Теперь попробуем решить эту задачу, да, я бы мог вместо 5t квадрат написать at, минус 5t квадрат, at квадрат делить на 2, ну, наверное, это будет, чтобы было более общее, но, наверное, это будет чуть-чуть неудобно там переносить всякие штуки, поэтому я оставлю вот так, как есть, да, то, что у меня есть пятерку оставлю, а вот синус альфа t и косинус альфа я не буду переводить v нулевой и так далее в цифры, я буду вести до конца буквами, а потом в самом конце переведу в цифры. Такое задание. Значит, решаем точно так же. Мы хотим узнать, как далеко оно пролетит и как высоко поднимется. Чтобы узнать, например, как далеко оно пролетит, нам нужно узнать время полета. А что мы знаем про время полета вот в тот момент, когда он приземляется? Ну, допустим, вот он где-то здесь приземлится, да. Что мы можем сказать про координаты по х? Ну, по х мы не знаем, как далеко он пролетит. Что мы можем сказать про координаты по у? Про координаты по у мы можем что-то сказать. Мы можем сказать, что она будет равна тому же, чему она равна в начале. Она будет равна нулю, да, потому что у в самом конце, Она упадет на землю. Вылетела из земли и на землю упадет. Значит, y в самом конце будет равен 0. Давайте я перепишу эти формулы и посмотрим, что получается. y от t равен v нулевое синус альфа умножить на t, я вот так вот нажму, минус 5t в квадрате. И вот эта штука должна быть равна нулю. Тогда, когда время, у нас полное время полета. Понятно, что оно не при каждом времени равно нулю, а только тогда, когда время равно полному времени полета. Давайте решим это уравнение. v нулевое синус альфа умножить на t конечное, минус 5t квадрат конечное, равно нулю. Выносим t за скобки. t умножить на v нулевое синус альфа. Да, мы t вынесли, здесь осталась единица. Минус 5t. Из t квадрат мы вынесли t. Здесь t конечное все время. t конечное. Равно нулю. Когда два множителя равны нулю, ну, либо этот равен нулю, либо вот этот равен нулю. Согласны? И посмотрите, они соответствуют двум решениям. Когда t, то есть, если t конечное равно нулю, то тогда мы получаем ноль. Это решение для начала движения. Когда t равно нулю, то есть, когда ничего еще не двигалось, ну, y нулевое равен нулю, то есть, он еще не полетел, он находится на земле. Да? А вот второе решение соответствует конечной координате. То есть, v нулевое умножить на синус альфа минус 5t конечное. Видите, почему мы убрали вот эту штуку, да? Потому что мы взяли каждый из множителей. Мы взяли сначала этот множитель, он может быть равен нулю, тогда второй не равен нулю. А теперь вот этот множитель равен нулю. Чтобы у нас получился ноль, один из множителей должен быть равен нулю, да? Поэтому мы можем взять вот так вот эту скобку и ее приравнять к нулю, да? То есть, все вот это выражение будет равно нулю, когда вот это выражение, вот этот кусок, вот этот кусок, тоже будет равен нулю. Да? Ну, давайте теперь его решим. Вы сделаете сами преобразование. Ну, вот что у меня получится. Равен v нулевое синус альфа поделить на 5. Теперь я могу вставить свои числа. v нулевое у меня было равно 10. Синус альфа 30 градусов, это 1, 2. 5 делить на 5, это 1. 1 метр, не метр, а 1 секунда. 1 секунда. То есть, всего он будет лететь 1 секунду. Да? Неплохо. Мы уже что-то нашли. Давайте найдем, как далеко он пролетит за 1 секунду. Да, у нас есть формула для икса. Вставляем 1 секунду в формулу для икса. Смотрим, что получается. Давайте синим цветом, чтобы отличалось. v от 1, нет, не v, а x. x через 1 секунду будет равен... У нас есть формула. Вот она. v нулевое косинус альфа умножить на t. Я здесь подпишу конечное. Да? И вместо t я сразу же ставлю свою 1 секунду. Поэтому здесь я умножаю на 1. И это равно 10, начальная скорость. Косинус альфа, это корень из 3 на 2 и на 1. Корень из 3 равен примерно 1,7. Значит, корень из 3 на 2, оно примерно 0,85. Да? Поэтому я здесь могу написать 10 умножить на 0,85. Ну, примерно, да? Потому что у меня это все-таки квадратный корень. И это равно... Значит, сколько там? 8,5 метров. Вот столько он пролетит по оси Х. Ну что, ползадачи мы уже решили. Осталось решить, как высоко он взлетит. Ну, здесь есть разные способы решения этого. Давайте подумаем о том, как долго вообще он будет подниматься. Да? У нас какая траектория будет приблизительно? Мы думаем, значит... Вот он, значит, слетел, поднялся на максимум и упал. Если у нас нет сопротивления воздуха, да? А мы сейчас рассматриваем идеализированное состояние, когда у нас нет сопротивления воздуха, то вот путь досюда равен пути досюда. Да, ну, он пролетит ровные куски вверх и вниз. То есть, вверх он будет лететь ровно столько же, сколько он летит вниз. Если всего он летит одну секунду, то сколько он будет подниматься вверх? Полсекунды. Теперь нам полсекунды нужно просто вставить в формулу для у, да? Ведь вот эта формула описывает, где наш объект находится через любой промежуток времени. Вставляем полсекунды сюда. Да, я еще раз перепишу формулу. y от t равен v нулевое y умну... Ой, нет, не y, а просто v нулевое, у меня же синус. v нулевое умножить на синус альфа умножить на t минус 5t в квадрате. Все. Значит, теперь считаем y от половины секунды равен v нулевое умножить на синус альфа умножить на 0,5 минус 5 умножить на 0,5 в квадрате. Подставляем все остальные числа. Сюда 10. Сюда 1 вторую. Да, получаем ответ. 10 умножить на 1 вторую умножить на 0,5. Это 2,5. Вы сами можете посчитать для себя. Обязательно проходите каждый из этих действий и просчитывайте его. Минус 5 умножить на 0,5 в квадрате. 0,5 в квадрате это 0,25. Значит, 5 делить на 4 это будет непримерно ровно 1,25. Получается 1,25 метра. Вот как высоко он поднимется по оси y. Да? Соответственно, мы нашли, как далеко он пролетит по оси x в 8,5 метров. Как долго он будет лететь вообще весь путь. 1 секунду. И как высоко он поднимется по оси y. Чтобы проверить этот результат, мы смотрите, что можем сделать. Мы можем подумать еще так. Так. Хорошо. Он полсекунды летел. Но еще полсекунды он падал. Да? 0,5 секунд. Давайте мы представим, что он начал вот отсюда лететь. Вот с этой величины. Да? Тогда по оси x его скорость, она всегда не меняется. И она равна v так синим цветом, чтобы вам было понятнее, что это скорость по оси x. Да. По оси x его скорость равна v нулевое на косинус альфа. Да? По оси y его формула, как из предыдущих задач, которые мы решали. Помните, если мы рассматриваем движение вот только отсюда. Да? Только отсюда. Тогда у нас, просто рассматривая движение из предыдущих задач, можно подставить формулу. Просто мы ставим наши числа в формулу. То есть, мы хотим проверить, будет ли он двигаться ровно половину метров за половину секунды. Но это, скорее всего, произойдет, да? Потому что у нас это мы делали таким образом. Но еще мы хотим понять, будет ли высота его столько, сколько мы нашли. 1,25 метров. Да? Мы вставляем формулу для y и y равен, я от t не буду писать, y равен y нулевое плюс v нулевое y t плюс a y t в квадрате делить на 2. Мы используем формулу, как будто машина летит с обрыва. Здесь скорости по оси y у нас больше нет. Здесь же он, вот в этой точке, он поднялся вверх и он замер на оси y. Здесь вот, как бы мы переписываем новое уравнение. Немножко посложнее штука, но ничего. Поэтому скорости по оси y у нас нет. Он стоит на месте по оси y, он там замер. Поэтому этой штуки не будет, она будет равна нулю. А вот вместо y нулевого мы вставляем вот это. 1,25. А вместо a y t в квадрате мы вставляем все время наше g. То есть здесь у нас будет минус 10. То есть наша новая формула равна чему? y равен 1,25 минус 5t в квадрате. И мы хотим узнать, будет ли через полсекунды, да, потому что мы поняли, что он падает полсекунды. Будет ли через полсекунды вот это вот уравнение равно нулю? Давайте проверяем. 1,25 минус 5 умножить на 0,5 в квадрате. Да? Равно 1,25 минус 5 умножить на 0,25. И это 1,25. Оно равно нулю. Да? То есть если мы переделаем эту задачу так, чтобы она выглядела, ну, как будто бы мы ищем y из предыдущих разов, как будто бы он двигается не сначала координат, не отсюда, а вот отсюда, вот с этой точки. Мы как бы можем сделать проверку этой задачи. Если вот эта проверка задачи вам показалась сложным материалом, вы можете пропустить его. Запомните, просто, ну, разберите хотя бы как ищется то, как высоко он поднимется и как далеко улетит. Проверку можете пропустить.